Знаешь, а ведь раньше я боялся тебя. Хэ, с полным на то основанием, согласился Хансю. Не, в прямом смысле. Я боялся узнать в тебе себя. Боялся, что мой тогдашний путь приведет меня к такому же финалу. Говоришь, тебя поддерживала ненависть. А меня поддерживала дисциплина. Те самые правила, которые я нарушил. Наставления из кодекса Астартес, которые я отверг. Пойти против них. Решение простое и быстрое. Гораздо труднее их придерживаться. И поступать так, как должно. Вот, что ты никогда не мог понять. Потому что служишь только одному хозяину. Себе. И вот поэтому я больше не боюсь того, что ты воплощаешь. Я служу золотому трону. И это придает мне сил. Хм, но ты все равно служишь. Возразил Хансю. А слуга, это тот же раб. Ты никогда не понимал меня. И даже знания, полученные от свежерожденного, не помогли. Генетическое наследие, броня и оружие не делают тебя космодесантником. Ты не учился среди равных. Не обрел узбратства. И так не узнал, какую силу они могут дать. О, ну так просвети меня, мудрец. Для истинной свободы нужно самоограничение. Тьфу, бессмыслица какая-то. Стремясь к свободе, ты должен постоянно помнить о правилах. Пока внутренняя дисциплина не станет частью тебя. Пояснил Урий. Глядя на клубы пыли, вырастающие на линии горизонта. Машины. Целая армия машин. Его голос окреп. Обрел уверенность. Благодаря истине, заключенной в произносимых словах. Кодекс Астартес показал мне, как работает этот универсальный принцип на всех уровнях. Физическом и духовном. Стратегическом и тактическом. Этот принцип определил мою жизнь. Облако на горизонте постепенно обретало очертания. И среди клубов металлической пыли Уриэль разглядел броню несокрушимой армии, которая сжимала его в кольце, словно удавка шею приговоренного к смерти еретика. И какой теперь прок от этих учений? Спросил Хансю. Глядя на приближающуюся железную стену. «Даже самая дорогая самодисциплина не спасет тебя от того, что грядет!» Уриэль взглянул на черное солнце циклопическим глазом сверкающим в небе. Контуры светило, померкли. Вокруг него появилась словно дымная тень. Бесцветная пластина неба. Странно блестела, как будто блики света отражались от белого керамита. «Конечно же спасет!» «Ответил Уриэль». «И каким образом?» «Она не позволит мне сдаться. Вот в чем дело, правда?» «Ты воплощение моих слабостей!» «Ты хочешь, чтобы я перестал бороться!» «Чтобы под натиском боли и тягот отрекся от собственных принципов!» «Но я не отвлекусь!» «Не важно, где я оказался и какая опасность мне грозит!» «Я все удержу!» «Думаешь, я сломаюсь?» «Нет». «Думаешь, я уступлю?» «Нет». «Этого не будет!» Из рассказа «Смерть Куриль Ментриса» Грэм Макнил Грэм Макнил